Добрый день, дорогие мои друзья! Вы находитесь на канале Галина Коломейко Кройка и Шитьё. Итак, тема нашего занятия сегодня нашей встречи это нестандартные фигуры, а именно это выступ живота. Так вот, чем же фигура с выступом живота отличается от просто полной фигурки? Посмотрите, если у нас есть выступ живота, и мы мысленно впереди поставим вот такую вертикальную линию, то грудь не будет доходить до этой вертикальной линии. Тогда животик будет реально выделяться. Если у вас к такому большому животику, который есть у многих из нас, прилагается ещё большая грудь или такая же большая грудь, то выступа живота мы будем считать, что у фигурки не будет. То есть фактически этот большой живот, он будет закрываться достаточно большой грудью. Поэтому встаньте перед зеркалом, мысленно поставьте себя перед вот такой вертикальной линией, перед собой вертикальную линию, и сообразите, выступает ли у вас реально выступ животик или не выступает. Чаще всего этого не происходит. По моему опыту люди приходят ко мне и говорят, у меня живот, у меня живот. Я говорю, у вас никакого живота нет, потому что вы просто полненькая. Если вы просто полненькая, вам идут достаточно такие вот спокойные вещи, без перебора, не такие крупные, как оверсайз, с прибавками по 12 сантиметров. Но вы просто полненькая, и мы не будем сейчас говорить об каких-то особенностях фигуры. Вы будете ровненькая и полненькая. Поэтому выступа живота у вас не будет. А что же такое хорошая посадка, и чем она отличается от плохой? Давайте посмотрим. У нас вот на такую картинку, у нас есть выступ живота у фигурки. В идеале, если фигура у нас обычная или просто полненькая, то платье, которое мы и сошьем, оно будет выглядеть примерно вот таким образом. То есть линия низа будет идти горизонтально полу, а боковой шов вертикально вниз. Вот это правильная посадка нашего изделия на фигурке, любой, худенькой, средненькой, полненькой. А вот это то, что мы часто видим, когда человек, извините, немножко беременный, когда у него грудь поменьше, а выступ живота побольше. Тогда чаще всего наши платья задираются на животике, и впереди он отстает от нашей фигурки, линия низа вздергивается, боковой шов идет под наклоном. Вот это очень плохо. И это то, что мы часто видим в повседневной одежде у подобного рода фигур. Вот это будет очень-очень плохой пример. А когда же этот пример будет выглядеть хорошим? Мы будем тоже полненькие, такая же фигурка у нас. Но мы покроим платье таким образом, добавим вот сюда выточку на животик, да, мы поднимем боковой шов вот туда наверх, оформим выточку сюда или сюда ее спрячем, да, и низ у нас выровнится, боковой шов у нас выпрямится, и не будет вздергиваться на животе передняя половиночка. Она будет идти отвесно вниз, и даже объем такой фигурки будет казаться нам меньше. Вот это отличает прежде всего хорошую, правильную посадку у фигуры с животиком от посадки абсолютно неправильной. Итак, какие же плохие примеры, какие мы можем наблюдать вокруг себя? Ну, во-первых, вы их увидите сразу. Это резкое выделение живота. Если вы видите свой животик, если вы видите у фигуры животик, значит, что-то сделано не так. Ну, я понимаю, если девушка молодая, и она специально это подчеркивает, она ждет первенца своего, ей хочется гордиться, и чтобы радостью разделили все остальные, то она себе это позволяет. Но когда человек взрослый, и он уже не ждет первенца, но тогда мы должны позаботиться о том, чтобы не выглядеть нелепо и смешно, не казаться еще больше, еще шире. Поэтому из плохих примеров вы можете такие примеры видеть вокруг себя очень-очень наглядно. Я бы остановилась вот на каком примере. Очень плохо, когда мы в таком случае у нас вот здесь вот большой выступ живота делаем широкий низ. Вот это мы спрятать не можем, потому что как он есть, так он останется. Да, мы прошли спокойно, допустим, эту область. Но дальше-то платье, раскрешенное книзу, или одежда какая-то наша, или юбки, они будут еще шире становиться. Поэтому вот это все увеличит общую массу нашего тела и сделает нашу фигуру более громоздкой, более некрасивой, что ли. Еще один пример плохого. Вот такой примерчик хочу показать вам. Это когда в области животика, то есть в том месте, где нам нужно скрыть то, что нужно скрыть, мы делаем какие-то акценты. Ну, неважно даже какого рода акценты эти будут. Или какие-то карманы с клапаночками, или отрезные талии, или в этом месте у нас как раз кончается жакетик, кофточка, топик какая-то там, где и делит нас вот так ярко горизонтально поперек, еще больше увеличивает область. Или в конце концов на рядной одежде какие-то драпировки, какие-то рюшечки, оборочки, валанчики, которые привлекают внимание туда, как раз в ту область, от которой нам нужно с вами отказаться. Вот это, я бы сказала, очень плохие приемы, которые вы можете наблюдать вокруг себя в жизни. А что же тогда хорошего? Какие хорошие приемы мы можем с вами применить для того, чтобы вот это все так ярко не демонстрировалось окружающим нас людям? Ну, надо сказать честно, что найти хорошие приемы мне не удалось, потому что показывают в интернете либо просто одежду для полных женщин, где никакого, собственно говоря, выступа живота нет, есть что угодно, выступ груди есть, есть, допустим, узкие бедра, есть просто полные люди, но конкретно, чтобы был выступ живота, и изделие было выполнено таким образом, чтобы этот животик скрадывался и скрывался, этого я не нашла, к сожалению. Поэтому разрешите вам от руки нарисованные свои версии, свои варианты показать. Ну, прежде всего, это вот этот вариант. Он, конечно, очень хорошо распространен. Что, какая здесь бывает ошибка? Когда сразу под грудью у нас выполняется вот такой вот подрез, и от этого подреза идет присборочка легкая, чтобы животик не обтягивало, часто вот эту линию подчеркивают лентами, бантами, какими-то резинками, то есть она очень сильно выделяется и перетягивает под грудью, увеличивая и без того большой контраст между грудью и животиком. Не надо вот здесь себя обтягивать. Вот эта величина, прибавка, вот здесь сантиметров 5 к вашей мерочке, чтобы ни в коем случае не обтягивало и не подчеркивало сбоку в профиль вот этого выпуклого животика. Та же тема вот в этой истории представлена. Какой-то акцент наверху впереди, и такая вставочка, и в области вставочки у вас какой-то идет вот такая легкая присборочка. Опять же, вот в этом месте прибавка минимум 5 сантиметров к вашим размерам, чтобы не было контраста между узкой частью под грудью и крупной частью ниже. Вот такой вот вариант, всем вам достаточно хорошо известный. Это кокеточка, которая находится выше, чем наша грудь, и из нее формируются какие-то легкие вот такие вот сборочки, драпировка легкая. Все вот это я предлагаю делать в тканях типа штапеля, в тканях очень легких, которые, несмотря на то, что они расширены к низу, в жизни реально они упадут и создадут нам вот такой вот вытянутый прямоугольник. А в тканях формоустойчивых каких-то я этого, конечно, делать не рекомендую, для того, чтобы не увеличивать и без того вот достаточно широкий низ. Вот это я бы хотела вам посоветовать. Что еще? Еще хорошо, вот идеальным для меня кажется вариант из формоустойчивых тканей, каких-то костюмных, это вот такой вариант. Здесь пример, вот, во-первых, это форма. Посмотрите, никогда не расширяйте, старайтесь не расширять линию низа у таких фигур, у фигур с животиком. Наоборот, немножечко ее собирайте. Даже если у вас есть животик, вы можете вот здесь вот между грудью и чуть-чуть сбоку сделать прям до талии маленькую талиевую выточку, потому что вот здесь наполненность, а по бокам уже животик кончился, и можно чуть-чуть подобрать, чуть-чуть подобрать боковой шов, и откуда ни возьмись, у вашей фигурки появится талия. И, конечно, акценты должны быть вот здесь выше, чем животик, выше любые акценты. Может быть, это будут какие-то интересные рукавчики, манжетики, какой-то воротник, какие-то, ну, я не знаю, воланы, оборки, рюши, складочки, драпировочки, все что угодно, но все выполнено выше, чтобы не привлекать внимание сюда. Вот эта история, вот об этом мы говорили, что это уже плохо. Тоже как вариант, я не говорю, что прям точно такой, но когда у нас выше нашего животика никакого рельефа не находится, никакой выточки, а просто драпировка из-под кокеточки, или защипы какие-то из-под кокеточки, а горловинка переходит, допустим, какой-то воротничок по горловинке переходит в какой-то бант, этот бант вытягивает, допустим, нас разбивает, разбивает центральную часть на две части, она окажется уже, и тоже силуэт вот такой вот собранный, собранный, то есть, чтобы мы по чуть-чуть, по чуть-чуть, но немножечко себя, так сказать, собирали, чтобы не увеличивали какую-то массу. Вообще, это очень хорошая идея, когда большой раствор на грудной выточке, плюс выточка на животик, при этом она увеличится, она переходит в какую-то, в какие-то мягкие фалдочки, складочки и так далее. Это будет очень хорошая идея. Какие тут прибавки? Прибавка по груди сантиметров 5, прибавка по животику, вот в этом месте в области животика, в самой большой части, от 3 до 5 сантиметров, и слегка небольшое заужение к низу, буквально по 1,5 сантиметра с каждой стороны. Попробуйте сделать себе такое изделие, я уверена, вам понравится. И еще, какие варианты мне хотелось бы вам предложить? Ну, как я уже сказала выше, это, когда из горловинки все выточки прячутся в вырез по горловине, тогда смотрите, опять внимание отвлекается вот от этого места, очень красиво летние какие-то варианты, вот таких вот одежд небольших, ну, и это можно сделать и в каких-то более таких вот строгих вариантах, если здесь, допустим, сделать какую-то бейку вот такую вот широкую, обыграть. Вот этот вариант, об этом я уже сказала выше. Вот так можно оформить кокеточку, которая идет выше груди, и на животик такая мягкая складочка. Тоже он не будет обтянут, тоже с теми же самыми прибавками. И, наконец, вот этот вариант, если у вас какой-то сарафан, если вы хотите какой-то строгий скрой сделать из плотных тканей, посмотрите, что здесь, сюда прячется нагрудная выточка, а вот в этот вот подрез, вот сюда прячется выточка на животик. И тоже будет хорошо, эта выточка развернет нам переднюю половинку, она не будет уже выглядеть так нелепо, не будет задираться. Вот, пожалуй, те хорошие примеры, которые мне хотелось вам показать. И чем же, наконец, наша выкройка отличается от обычной выкройки? Посмотрите, карандашиком у меня построена выкройка обычная на выступ живота, базовая конструкция, вот она у нас была, вот такая вот выкройка. Слегка приталенный силуэт, чуть-чуть расклешенный, допустим. И мы добавляем сюда выточку на животик. Вот она, маленькая выточка на живот. Но у нас была выточка на грудь, мы поэтому увеличиваем нагрудную выточку. И вот эта вот, вот такая странная конструкция, я называю ее ракетой, она на самом деле содержит в себе и выточку на живот, и нагрудную выточку, и ту лишнюю ткань, которая есть у нас над грудью, над грудью, чтобы убрать ее. Посмотрите, вот она, лишняя ткань. Если мы ее не запланируем, не заложим в нашу выкройку, то изделие у нас будет вот так вот вздергиваться, как я показывала на отрицательных, вот на таких вот примерах. То есть именно вот так будет вздергиваться изделие. То есть именно вот такую вот выточку нужно сюда закладывать. Ну и в конце концов, подробно эта тема у нас рассматривается на онлайн занятиях, на заочных в нашей школе, на очных занятиях, конечно же, мы рассматриваем в деталях эту тему. Поэтому с нового года начинаются занятия в школе кройки и шитья Галины Коломейко и очные, и заочные. Если эта тема вас интересует более глубоко, пожалуйста, приходите туда, обучайтесь, набор идет. Всегда ваша Галина Коломейко. Всем добра! До новых встреч!